Христос воскресе! И начинает уходить из церкви, из храмов, начинает бунтовать против своих родителей, христиан, начинает оставлять то, что так дорого их родителям. А сами родители не понимают, что же произошло, что не так, почему такое охлаждение, почему вдруг мальчик или девочка, которые с такой радости ходили в храм, так умилительно причащались святых тайн христовых, исповедовались, пели в цикловном хоре, посещали воскресную школу. Все было хорошо, и вдруг в какой-то момент своим родителям говорят, а я больше в церковь не пойду. Родители оказываются в тупике, потому что не знают, что делать, не могут понять, что было не так, где была допущена ошибка, почему вдруг все было хорошо и все стало так плохо. Мне кажется, что здесь надо просто понять какие-то вещи, которые мы, может быть, в свое время сформулировали, постоянно думая о том, что если мы будем все время обращаться к прошлой традиции, если мы все время будем смотреть то, как это было раньше, читать книги, которые были написаны в XIX веке, смотреть на опыт того, как воспитывали детей в дореволюционной России, например, в книгах Шмелева, Чарской или Никифорова-Волгина, то и мы можем повторить этот опыт, и у нас тоже все будет так же хорошо. И оказывается, что те вещи, которые мы пытаемся из прошлого, из прекрасной педагогической традиции XIX века, перенести в педагогику XXI века, они оказываются совершенно не жизнеспособными. Дело в том, что мир настолько изменился, что современная семья, даже христианская семья, перестала быть похожей на семью позапрошлого века. Почему? Потому что все семейные отношения, в том числе система воспитания, были выстроены на совершенно других психологических и социальных основаниях. Семья до XX века, до сломов XX века, практически никогда не была зоной личной ответственности людей. Поэтому то, что мы называем семейным кризисом, сегодня это не совсем правильно. Это не столько кризис семьи, как таковой, это колоссальные тектонические общественные сдвиги, которые вместе с таким разломом общественных отношений будут влиять без всякого сомнения на все остальное. Фактически до конца XIX века будущий муж и жена не отвечали за создание семьи. Это родители их за это отвечали. Они находили друг друга исключительно из понятий сословных, из понятий материальных, из понятий социальных. Через все эти общественные институции, которые были сформированы веками. А эти институции, по своей сути, очень архаичные. И они идут к древним, в общем, племенным отношениям. И поэтому семья в XIX веке, это было то, о чем, в общем, писал Энгельс. Это была не более чем ячейка общества. И когда мы говорим о христианской семье XIX века, мы очень хорошо должны понимать, что там было христианского в этой семье. Кроме того, что эта семья была в христианском государстве, семья людей, крещенных в православии, семья людей, исповедующих эту веру, но сама семья, как семья, не являла собой образ малой церкви, о котором пишет апостол Павел. Такой цели просто у семьи не было. Была социальная цель этой ячейки общества, и вместе с разломом общества, не только в России, но и во всем мире, такая семья перестала существовать. И сегодня семья – вещь страшно проблемная, сложная, потому что она лежит в зоне личной ответственности человека. Теперь каждый выбирает себе вторую половину сам. Теперь он лично несет ответственность за свой выбор. Теперь никто эту семью, кроме тебя, самого хранить не будет. Это ведь в XIX веке развестись было практически невозможно, потому что были такие законы в государстве в том числе, но это не значит, что семья была счастлива. Вспомним Анну Каренину. Сейчас все наоборот. Сейчас только ты отвечаешь за свой выбор. Сейчас только ты отвечаешь за сохранение семьи, и только ты отвечаешь за свои собственные ошибки в своей семье. Это бесконечно сложно, потому что этому сейчас никто не научен. Мы, церковь, никого за это время научить не смогли, потому что все время думали о той самой семье XIX века, которая считалась для нас определенным идеалом. И мы думали, что если мы примерно будем подражать этой форме семейных отношений, то, наверное, все сложится хорошо. А этого уже нет. Просто такого больше нет и не будет, потому что мы живем в другом мире, который колоссально отличается от мира XIX века. Мы все время говорим, я говорю про XIX век, как про век, когда все-таки это был действительно золотой век и русской культуры, и в том числе духовного образования. Это был век такого нового осмысления христианства, это был век такого расцвета монашества, старчества в России. Мы знаем, у нас добротолюбие тогда появилось на русском языке, у нас появились святители Игнатия Бринчинина, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский. Множество людей, духовный опыт которых мы очень ценим, и мы понимаем, что без этого духовного опыта сегодня не можем обойтись. Но тем не менее, вместе с этим создается впечатление, что и все остальное было примерно на таком же высоком духовном уровне, как вот эти проявления духовной жизни, православия XIX века. Ну и не только православие, в том числе это золотой век русской культуры, блестящая до сих пор непроизойденная русская литература XIX века. И поэтому я говорю о XIX веке, как о неком, не то чтобы идеале, но примере для подражания, в том числе семейного. И мир XX века, и уже XXI постмодернистский, это совсем другой мир. Это мир не общественный, это мир индивидуальный. Это мир индивидуального выбора, мир личной ответственности или безответственности. А мы все время пытаемся мыслить вот теми социальными схемами, социальными трафаретами, категориями, которых сегодня больше нет. Почему пытаемся? Потому что в том числе мир социалистической действительности, из которого мы вышли, был тоже предельно социализирован, и мы к нему привыкли. Если западный мир к этому моменту уже сильно изменился, это был мир уже давно индивидуального выбора, и мир катастрофических ошибок, потому что индивидуальный выбор предполагает большое количество ошибок. И мы видим сейчас эти страшные ошибки западного мира. И мы были от этих ошибок сохранены просто невозможностью этого выбора. А не потому, что мы такие хорошие, не потому, что мы какие-то особенно духовные. Просто мы были сохранены отсутствием выбора. А вот теперь у нас этого нет. И мы ровно в таком же положении, как весь остальной мир. Мир личного выбора. Мир личной ответственности. В том числе личной ответственности за выбор твоей веры. Вот сейчас ты выбираешь веру, а не вера выбирает тебя, как это было в XIX веке. Хорошо это или плохо? С одной стороны, это замечательно и хорошо. С другой стороны, это очень страшно, потому что эту веру надо как-то уметь хранить, и эту веру надо уметь как-то передать. А раньше это делалось вместо тебя всеми общественными институтами. То же самое происходит в сфере воспитания детей. И здесь мы подходим к этой огромной проблеме личной ответственности и личной ответственности за передачу веры. Все равно работает колоссальный стереотип в наших православных семьях, что я должен найти такую структуру, или такую воскресную школу, или такую православную гимназию, или такого замечательного духовника и священника, где все заработает само по себе. Я это сделаю, а это значит, что это будет работать, как работали раньше социальные институты. А сейчас это не работает, потому что этих социальных институтов нет. И церковь, новая церковь нас, молодых христиан, это не системная церковь. Это церковь очень разнообразная. Очень мы все не похожи друг на друга. Священники разномысленны. Разные ли вещи говорят, часто с друг другом совершенно не совпадающие, заметьте. Люди дезориентированы, я не знаю, кого слушать. Какой батюшка правильный, какой батюшка неправильный. У каждого есть основания и право в том числе высказывать свои собственные мысли, свои собственные суждения. Итак, мы разные, и священники разные, и прихожане разные, и никто из нас не застрахован от ошибок. И родители тоже не застрахованы от ошибок. И вот одной, мне кажется, основной ошибкой нас, родителей, является то, что мы изначально придумываем такую некую сказку о нашем ребенке. Что ребенок обладает какой-то такой, знаете, особой духовностью, своей собственной такой особой детской верой. Что у ребенка необгнанное чистое сердце. И что ребенок, например, если молится, то он обязательно, его молитва обязательно прям попадает сразу в небеса. И сразу до Бога доходит. Но это не так. Нет у детей никакой особенной духовности. Потому что духовность – это всегда результат духовной жизни, это всегда результат духовной борьбы, результат некого подвига. А детям это не свойственно. Дети не могут жить в подвиге. И поэтому у них нет никакой специальной детской веры. Наши дети, даже если они воспитываются в христианских семьях, еще не сознательные христиане. И мы думаем, что они уже христиане, и начинаем к маленьким детям относиться как ко взрослым христианам. То есть, если ты уже христианин, как и я христианин, то ты должен делать все то, что в принципе делают христиане. Что тебе положено читать молитвы. Ты должен соблюдать пост семилетнего возраста в русской традиции. Дети обязательно должны исповедоваться почему-то, принимать участие в таинствах. Ребенок все это делает почти несознательно. А родителям кажется, что дети делают это совершенно сознательно, когда видят ребенка в храме, который с таким умилением ставит свечку, когда он идет на исповедь и радуется от причастия. И родители счастливы. Как же это хорошо. Наши дети, они святые. И когда родители говорят, у вас ребенок, но он просто ангел. Родители просто тают от своего родительского тщеславия и от удовольствия. А дети именно на это и реагируют. Детям это очень важно, чтобы они все время были в постоянной зоне внимания своих родителей, в постоянном окружении родительской любви. Поэтому для ребенка это чаще всего просто детская игра в церковь. Ролевая игра в церковь. Совершенно естественное для него детское состояние. Потому что дети любят играть. Потому что они всегда хотят быть в зоне родительского внимания. Видят, за что их любят родители. Ребенок тем самым образом получает огромные родительские бонусы. Иногда ребенку просто не хватает родительского внимания. И тут он все получает просто и легко. Вот расскажу вам историю одной прекрасной христианской семьи. Их дочка училась в православной школе. Хорошая девочка в младшей школе вдруг совершенно перестала учиться. Приходит на уроки совершенно неподготовленно. Ведет себя ужасно. Рассказывает какие-то мерзкие гадости своим ученикам по школе на ушко шепчет. Что-то такое невообразимое. Все в шоке просто. Эти родители приходят ко мне с тем, чтобы посоветоваться со мной, что делать. Причем ребенку всего 9 лет. Еще даже не подросток. А она уже вся в разнос пошла. Совершенно девочка. Что происходит? Надо сказать, что это поздний ребенок у родителей. Первый и единственный поздний ребенок. Родителям уже 50. И они говорят, вы знаете, каждый раз мы приходим в церковь, она стоит как свечка. Она ходит на все службы, все ночные бдения два часа стоит в храме. На воскресной литургии она поет в хоре, ей ужасно нравится. Она потом идет на занятия воскресной школы и ничего не пропускает. Ничего не пропускает. А потом на следующий день приходит в школу, и тут ее не узнать. Почему? Что происходит? А это вот такой родительский комплекс. И Аким и Анна. Они и Аким, и Анна. И у них в позднем возрасте рождается ребенок. И они хотят, чтобы этот ребенок сразу стал святым, эта девочка. Они хотят ее посвятить Богу. И девочка за эти два дня, за субботу и воскресенье на воскресной службе, выкладывается так сильно, всю себя эмоционально своим родителям отдает, чтобы удовлетворить их вот этот вот родительский запрос в ее святости детской. А все остальное время у нее уже нет никакого внутреннего детского потенциала на концентрацию внимания, на подготовку к урокам, на общение с детьми. И ее совершенно, просто ее уже больше нет, как послушного ребенка. Здесь она с собой просто не справляется. И родители думают, что это какая-то проблема духовная. А это не духовная проблема. Это не религиозная проблема. Это проблема психологическая, возрастной психологии. Ребенок вот вон такой. Он не может выдержать нормальный ребенок два дня напряженной службы. И им-то кажется, что она просто молится от всего сердца, что она такая духовная-предуховная. Ничего подобного. Она просто ребенок. И она делает с удовольствием все это, потому что это главное, что от нее ждут ее родители. Именно это главное. И поэтому она здесь выкладывается до конца. Что? Почему такое происходит? Потому что существует одна сложность, одна ошибка. Родители думают. Еще одна ошибка. Родители думают, что они передают веру, а на самом деле они передают форму религиозного поведения. Это совсем разные вещи. И мы очень хорошо научились передавать форму религиозного поведения. То есть, как себя в храме вести, а как не надо себя вести, как надо ручки сложить перед причастием, во сколько лет надо исповедоваться, как надо поститься и так далее и тому подобного. Что делать и чего не делать. И вот эту внешнюю форму религиозного поведения, надо сказать, что у нас часто форма религиозного поведения имеет большее значение, чем смысл веры, к сожалению. Мы и передаем. Потому что она объяснима. Потому что она как раз входит в эту системность, о которой я начал свой разговор. Она легко воспринимается. И ничего, что она даже очень сложная, эта форма религиозного поведения. Потому что у нас сложное богослужение, у нас сложный церковно-славянский язык, который никому не понятен, детям он совсем не понятен, взрослым понятен, там может быть, на 20%. Но тем не менее, сама форма, она передаваема. Она легко передаваема. И очень часто человек, который приходит в церковь, обретает не веру, а именно форму религиозного поведения. И вот эту форму религиозного поведения без осознания он и пытается потом передать своим детям. До какого-то момента это происходит, потому что дети с удовольствием играют в эту игру. Им хочется соответствовать своим родителям. Но это все кончается как раз в этот самый период, когда детям уже 12, 13 и 14 лет. И эта форма поведения, не наполненная верой, их уже больше не устраивает. Они не понимают, куда они идут, а зачем все это нужно. Более того, они впервые сталкиваются с личностными проблемами, в том числе с подростковой проблемой личностного выбора, которого тоже не существовало в XIX веке, потому что вообще само понятие детства, это очень такое позднее понятие его, не существовало вообще до XVIII века. Так, еще одна из таких форм, которые передаются как формы религиозного поведения без наполнения, это детская исповедь, на которую родители отдают своих детей с 7-летнего возраста. Я говорю о русской традиции, о традиции русского православия, сформировавшейся таким образом. И что получается? Маленький ребенок, родители старались причащать его каждое воскресенье. Потом он вырастает до 7 лет, и ему, 7-летнему ребенку, теперь надо каждое воскресенье исповедоваться для того, чтобы подойти к причастию. Или тогда он не подходит к причастию, он удивлен, что случилось в его жизни, почему его теперь не пускают к причастию. А исповедоваться для него, для маленького ребенка, это на самом деле не такая простая вещь, потому что не все понимают, что такое исповедь, и не каждый ребенок готов в 7 лет уже исповедоваться. Многие дети не готовы исповедоваться до 9-10 лет, потому что у них есть некоторые еще свои возрастные особенности. Насколько маленький ребенок может понять смысл Евхаристии? Насколько вообще доступно ребенку осмысление таинства? Никак не доступно. Ничего ребенок о Евхаристии понимать сознательно не может. Он может ощущать присутствие божественной благодати, без всякого сомнения. Он может ощущать великую радость от того, что его касается Святой Дух, но понимать и осознавать, и формулировать для себя, он этого не может. Но что происходит очень часто? Часто родители стараются как можно чаще причащать своих детей, потому что тоже думают, что причастие может работать само по себе, что причастие как таинство формирует человека каким-то своим собственным действием, независимо от того, как сам человек к этому относится. И очень часто родители, причащая своих детей, не причащаются сами. Что происходит? А простая вещь. То, что они пытаются сделать ценностным для ребенка, ребенок не видит, что это так же ценно для них самих. В этот самый момент происходит такой разлом. Родители не причащаются, и ребенок понимает, что для них это не ценность. Прежде всего это. Он замечает это. Ему что-то дают, что родители сами не принимают. Они хотят показать ребенку важность, но сами в этой важности не участвуют. И в какой-то момент ребенок перестает тоже понимать это как некую важность для себя. Очень часто бывает так, что многодетная семья спешит в храм. Спешит в храм, и всем надо обязательно прийти вместе. Вот когда многодетная семья собирается в храм, часто бывает так, что у кого-то из детей, скажем, завязался шнурок. Все начинают этот шнурок развязывать. Все начинают опаздывать. Все во время опоздания литургии начинают немножко нервничать, начинают немножечко злиться друг на друга, приходят в храм уже в таком совершенно раз состоянии, совершенно неготовом. Ребенок на это состояние, особенно маленький, реагирует очень сильно. И когда его приносят к чаше, он начинает себя плохо вести. Он начинает нервничать, он начинает вырываться. Тогда его хватают алтарники. Священник говорит, откройте ему пошире рот. Его держит вся церковь. И ребенок в этом состоянии его причащает. Что остается, как впечатление от причастия у ребенка? Ребенок травмирован причастием в этот момент. Ребенок травмирован причастием в этот момент. И вот эти вещи не осознаются никогда, потому что кажется, что чем чаще причащать ребенка, то это будет лучше для него. Но это важно понять, как причащать ребенка, в каком состоянии причащать ребенка, как родители должны быть вместе с ребенком в этот день, как они должны являть свою радость об этом причастии. И вот мы дальше подходим к детской исповеди. Что же говорит маленький ребенок на исповеди? Я открою тайну исповеди сейчас для всех вас. Маленький ребенок говорит, не слушался маму, ссорился и дрался с братиком. Все. Обзывался, может еще сказать. И вот так он будет повторять вот эту заготовленную фразу постоянно-постоянно, когда его будут приводить к исповеди. Скажите, пожалуйста, грех и плохое поведение – это одно и то же? Вот очень многие считают, что это одно и то же. Очень многие священники тоже так считают. Что плохое поведение и грех – это одно и то же. Так вот совсем нет. Совсем нет. Дети не могут себя хорошо вести постоянно, потому что они этому еще не научены. Для этого существует их детство, чтобы они учились вести себя хорошо. Но не слушаться маму – это еще не грех. Поссориться и подраться с братиком – это еще не грех. Дети способны на греховные поступки. Они могут быть подлыми. Они могут из-под тяжка ударять. Они могут нападать целыми коллективами на одного более слабого. Да. Вот эти вещи греховны, и их обязательно надо выявлять и объяснять. Именно в этих вещах ребенок должен каяться. Но он не поступает так ежедневно. И даже еженедельно он так не поступает. И поэтому, когда ребенок приходит на исповедь и исповедует свое плохое поведение, он совершенно не осознает своих грехов. И когда он становится уже взрослым, подростком, у него ступор. Он не может понять, а где покаяние, а где он сам по себе, где он есть как человек. И вот это тоже одна из болезненных и серьезных вещей, о которых мы говорим. Я еще один маленький пример приведу. Немножко я задерживаюсь. Да, но мне очень хотелось бы вот такой маленький пример привести о том, как что для ребенка церковь, что для маленького ребенка, собственно говоря, церковь и таинство. И как мы должны это понять, как мы должны войти в этот мир ребенка. У меня в приходе есть семья, которые много лет работают за границей, там на каких-то британских островах, у них работа, и там практически у них нет возможности ходить в храм. Когда они приезжают, все есть семья и обратно в Россию, они приходят на богослужения, все вместе причащаются. И вот эта семья приехала в Москву. И на следующий день они должны были улетать обратно в Англию. И я их встретил в аэропорту, потому что тоже должен был лететь. Я уже был в светском платье. И ко мне подходит мальчик Саша, ему 6 лет, дергает меня за рукав и говорит, «Ты король?» Я сначала не понял. Он говорит, «Ты король?» И вдруг я понял, что он видел меня в храме, который похож на огромный прекрасный дворец. Вышли священники в таких прекрасных одеждах. У них на голове было что-то типа короны, понимаете? В руках они держались за золотые чаши. И понятно, что у него сложилось совершенно четкое впечатление, что он попал в царство, в иной мир, в инобытие. И что он увидел королей, от которых он читал, о короле Артуре, о рыцарях круглого стола, что-то еще такое. И я им сказал, «Да, конечно, я король!» «Конечно, я король!» Ведь мы же все царственное священство. Мы все цари и священники. И вот этот мир детства, он наполнен вот этим содержанием, но в этот мир нельзя вводить вот эту вот жесткую систему наших взрослых отношений, что вот надо делать так и не так. Этот мир надо хранить, этот мир надо понимать, этот мир надо наполнять христианством. Этому мы должны учить своих детей. А чему мы должны учить своих детей? Вот той самой вере. Вера передается таким образом, когда ребенок в христианской семье, например, видит, как родители по-христиански переживают горе, как родители по-христиански переживают неудачу, как родители умеют мириться после ссоры, как родители переносят оскорбления, как родители по-настоящему решают все свои проблемы, исходя из евангельских отношений. Потому что мы очень легко все превращаемся в воскресных христиан. Когда по воскресеньям мы уходим в храм, а все остальное время мы решаем свои проблемы, и все наши отношения строятся ровно так же, как у всех остальных людей, которые никакого отношения к христианству не имеют. Так же обижаются, так же гордятся, так же злословят, так же пытаются отомстить, так же приходят в отчаяние от неудачи. И вот это и есть главная основа, на которую мы, родители, обращаем самое минимальное наше внимание. И если мы сосредоточимся вот именно на таком понимании передачи веры, не передачи религиозного поведения, не игры в такое, понимаете, внешнее христианство, а вот об этом задумаемся и каждый раз будем следить, а как мы сейчас на глазах ребенка друг с другом разговариваем, а не позволяем ли мы себе мелкой лжи в его присутствии, когда самого его учим говорить, говорить только правду, ты не должен лгать, но при этом не замечаем сами, как лжом постоянно в его присутствии. Мы ни разу ребенку, например, не объясняем, что молитва Богу – это большой труд, и что не всегда Бог отвечает на наши молитвы, по крайней мере, не отвечает сразу на наши молитвы, а наши дети приучены к тому, чтобы им говорить, ты молись, и тебя Бог услышит. И вот ребенок в 13 лет начинает молиться, потому что у него начинают проблемы быть, проблемы с учителями, проблемы с друзьями, проблемы в его понимании Бога, у него вдруг они начинаются, потому что до этого все проблемы решали родители. Ребенок оказалось, что он молится, и у него все хорошо, а на самом деле это тоже все не так, потому что у детей вообще не должно быть проблем. В нормальной семье у ребенка не должно быть проблем, все проблемы решаются родителями, а не Богом. Бог дал родителей для того, чтобы они решали эти проблемы. И вдруг у ребенка начинают возникать проблемы, которые его личные проблемы, и он начинает просить у Бога, Ему кажется, что так легко Богу все решить, как раньше было легко. И он начинает молиться. Ой, помоги мне там пятерку получить за математику. Бах, а там двойка. Почему Бог не помог? Почему Бог не пришел на помощь? Что ему трудно, что ли, было? И никто из родителей до этого момента не объяснял, что такое молитва. Ему просто говорили, вот молитва, отче наш, читай молитву, отче наш. А вот тебе молитва перед причастием, читай молитву перед причастием. А как молиться человеку Богу, никто не объяснил. Как это трудно бывает, не слышать ответа от Бога. И вот он в таком положении оказывается, и он не знает, что ему делать. Бог молчит. Бог молчит. А может быть, его нет, думает подросток. А может быть, это все ерунда. И вот у него начинается вот этот кризис веры. Его отношение с Богом, в котором он оказывается в неком тупике. А родители понять не могут, что они совсем в другую сторону все это время смотрели и думали совсем о другом. Вот время мое, к сожалению, кончилось. Я не успел немножечко сказать. Но я скажу, у меня завтра будет мастер-класс, и я продолжу некоторые мысли, которые сегодня я до конца, к сожалению, не смог озвучить. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, отец Алексей. Спасибо.